Вопрос на миллион Здравствуйте, Екатерина! Начать цикл наших программ хотелось бы с вопроса, который волнует, ну, пожалуй, каждого, кто когда-то сталкивался с покупкой квартиры или планирует покупку квартиры. Как сделать выбор между новостройкой и вторичным жильем? Но для начала, перед тем, как мы ответим на этот вопрос, хотелось бы понять, что пользуется большим спросом, вторичкой или новостройкой? Конечно, в 21 веке большим спросом пользуется новостройка, потому что это совершенно другой уровень жизни, совершенно другое качество жизни. Ирина, а какими факторами нужно пользоваться, чтобы сделать правильный выбор между этими категориями жилья? Какую квартиру покупать новую или старую, каждый решает сам, исходя из своих возможностей, исходя из своих обстоятельств. Однако определяющим фактором является время. Ну, каким образом оно определяет все-таки, этот выбор, время? Значит, новостройки и вторичка различаются одним и главным принципом. Вторичное жилье ты можешь купить сразу, как сапоги в магазине, утрирую. Новостройку, исходя из обстоятельств, нужно либо ожидать, если ты ее приобрел на этапе котлована, либо ожидать не так долго, если ты ее приобрел на моменте, когда дом сдается в эксплуатацию, и нужно, чтобы он был сдан госкомиссии, то есть требуется время на оформление документов. Либо, когда ты купил, тебе все равно придется подождать, пока сделается ремонт. Ирина, а каковы преимущества квартиры в новостройке и квартиры в вторичном фонде? Новостройки, одно главное преимущество основное, то, что в ней никто не жил. То есть это чистое по эмоциональной окраске, по ментальной окраске жилье. Ты, когда покупаешь новостройку, ты ее можешь сделать под себя сразу, изначально. То есть большое количество планировок, без проблем переносятся внутренние стены. Перепланировки, как правило, согласовывать не нужно ни с кем. Чем хороши новостройки еще? Сейчас во всех практически квартирах разумные смарт-планировки. То есть это и большие увеличенные кухни, это большие балконы и лоджии, это гардеробные комнаты, что значительно облегчает вообще в принципе расстановку мебели. Чем грешат, ну как грешат, это практически отсутствует во вторичном жилье. У нас есть четыре основных типа планировок. Это хрущевки, ульяновки 93 серии, немного индивидуальных кирпичных домов, но они практически все похожи. Во всех кухни махонькие, во всех входные группы практически отсутствуют, совсем маленькие прихожие, небольшие санузлы. Преимущества в планировке очень значительные. Потом нужно еще учитывать, что новостройки создаются, строятся из современных материалов. В отличие от тех старых материалов, из которых сделаны хрущевки и брежневки. Современные материалы это в том числе и все новые лестничные клетки, проемы, лифты. Современные лифты и грузовые, и пассажирские, совершенно другой уровень жизни. В некоторых домах, возводимых сейчас в Архангельске, которые находятся в процессе постройки, уже предусмотрены лифтовые холлы с дизайнерской отделкой, входные помещения, входные холлы с дизайнерской отделкой. Это другой совершенно уровень. Вы представьте, вот живешь ты в обычной хрущевке, сколько раз в день тебе приходится видеть подъезд? Как минимум два. Утром, когда ушел на работу, вечером, когда пришел с работы. Это хорошо, если у тебя соседи адекватные, нормальные, и все поддерживается на должном уровне. Чистота, порядок и прочее. А если нет, в новостройках ты от этого избавлен. Потому что, как правило, подбираются люди определенного уровня, определенного достатка, с определенными понятиями в жизни, которые хотят жить всегда хорошо, у которых не подъезд, а парадное. И они хотят каждый день, выходя из квартиры и входя в квартиру, видеть приятные глаза. Вы сказали о качественных материалах. Действительно ли всегда эти материалы качественные и лучше, чем в домах, скажем так, в старых домах? В зависимости от того, кто застройщик, в зависимости от того, какой категории дом. Если это хороший дом, кирпичного исполнения, ведущих застройщиков города, то тогда да. Там в том числе и канализационные трубы, сливы-наливы. Вот живете, если вы в Ульяновках. В Ульяновках это вообще сплошь до рядом. Когда вверху над вами спускают воду, внизу слышно по трубам. Многие сталкивались. Да, да, да. Так вот в современных домах настолько изолированы трубы сливов-наливов, что вообще звука нет, вообще не слышно. Или лифты в квартире, они тоже не слышны, потому что разумные смарт-планировки, лифт отделяется от жилой зоны еще отдельным коридорчиком. То есть ты даже если захочешь, ты не услышишь. Но это плюсы новостроек. А есть ли плюсы вторичного жилья? Плюсы вторичного жилья. Плюсы вторичного жилья, то что это жилье уже стоит. И то, что ты можешь отсмотреть инфраструктуру, которая уже есть. Ты можешь заехать, не делая ремонт, потому что частенько продаются квартиры в хорошем состоянии, куда можно заехать и жить. Опять же, по документам. Когда ты покупаешь квартиру на вторичном рынке, ты покупаешь ее примерно как в магазине товар. Этот товар осязаемый. Ты можешь проверить предысторию. Ты можешь посмотреть, кто жил в этой квартире. Можно поднять архивные данные вплоть до СКО срока давности 15-летнего. Отсмотреть. Все проверить самому. То есть, по вторичному жилью все риски, в принципе, можно предусмотреть. Если у тебя грамотный юрист, все это дело можно проверить. В том числе, заказать выписку из реестра. Еще раз повторюсь, поднять архивные данные из паспортного стола. Сделать запросы в опеку. Отсмотреть, нет ли осужденных, убывших в армию, несовершеннолетних. Отсмотреть, откуда появилась собственность у этой квартиры. То есть, либо это была приватизация, либо какой-то другой способ. Также можно отсмотреть, есть ли какие-то люди, которые не принимали участие в приватизации, но за которыми остается право пользования этим жильем. То есть, все проверить можно? Можно. Может каждый? Каждый, у кого есть опытный юрист. То есть, тут главное обратиться к ту компанию, которая это все проверит. Что касается новостроек. Конечно, в новостройках все это легче оформить. Там нет договора купли-продажи, там оформляют другими договорами. Их есть несколько видов, но это отдельно, можно на эту тему поговорить. Но какой здесь существует риск? Не предусмотреть, будет ли вовремя построен дом. Не предусмотреть, обанкротится ли застройщик. Очень много факторов, учитывая нестабильное состояние у нас в стране, макроэкономическое. Много факторов есть. Здесь никак, никаким образом, никто никаких прогнозов дать не может. Обанкротится застройщик, сдастся ли вовремя дом. Даже если оформляется квартира по договору 214, по закону 214, федеральному закону, с регистрацией в Росреестре, по которому предусмотрено возмещение, если будет задержка сроков строительства, возмещение, что застройщик вам выплатит определенную сумму. Как правило, это не работает, либо работает не в полной мере. Либо работает не в полной мере. Ирина, вы сказали еще про ауру дома, что это тоже очень важно. Действительно, насколько людей интересует, жил ли кто-то до этого в квартире или нет. Да, да. Этот вопрос вообще в последнее время очень яркий. Люди приходят и прислушиваются к своим ощущениям. Как они чувствуют себя в квартире, примеряют на себя эту квартиру. Потому что должно по уму совпадать. Вот много факторов, и не должно совпасть, прежде чем вы примете решение. Почему так важна аура квартиры? Потому что историю квартиры, которую вы проверите документально, вы ее проверите документально, но детали это все равно останутся за кадром. Почему во вторичке хорошо, что ты можешь спросить у соседей, а кто жил в этой квартире? Не было ли там каких-то происшествий? Хорошие ли люди жили? Жили ли там, например, животные? Потому что, пожалуйста, дефекты от котов. Сколько было таких случаев, что живет кот в квартире, недолжным образом за ним ухаживают хозяева, а новым жильцам приходится полностью снимать пол и стелить новый, потому что от кота остались дефекты. Сами понимаете, какие. Что касается ауры квартиры, вот в новостройке чем хорошо? Ты заехал, ты первый хозяин. Ты все делаешь, как тебе надо. У тебя вся душа к этой квартире лежит. Откуда ты знаешь, какие были души людей, которые прежде жили в той квартире, которую ты выбрал на вторичном жилье? То есть это очень важно, в том числе и для ваших клиентов? Я считаю, что это важно. Но ведь новостройками мы считаем дома и пяти, и шести летней давности. А вот как, по-вашему, сколько должен выстояться дом, чтобы он проявил свои плюсы и, главное, свои минусы? Какого возраста новостройку лучше покупать? Хороший вопрос, актуальный вопрос. Учитывая нынешнее качество строительства, я уже про это говорила, что в зависимости от застройщика качество строительства у разных новостроек разное. Обязательно хотелось бы посоветовать, чтобы вы выбирали дома, которые уже сданы, которые отстоялись. В среднем желательно 2-3 года, чтобы дом отстоялся. Для чего это нужно? У нас почвы не очень стабильные, так скажем. Такое вот выражение. В основном болото. Чтобы выстроить дом, роют большой котлован, и в который встает дом, ну, как на фундамент. Он выстроен, и под массой под своей он на почву давит. И потихонечку, потихонечку, в течение времени он занимает свое место, ну, как зуб, зуб в лунке, так и дом занимает место в лунке. И пока вот этот процесс идет, пока дом устаивается, проходит 2-3 года. За это время возникает деформация у дома, могут возникнуть трещины, могут возникнуть дефекты фасада. Желательно, чтобы это все пройдено было. Все недостатки видны. Идеальный возраст 2-3 года? 2-3 года, ну, до 5. Вот в основном я считаю, вот своим клиентам рекомендую выбирать дома 4-5-6 лет. До 10 лет. До 10 лет. Это тот самый надежный классический подбор хорошего дома. То есть до 10 лет это еще новострой? До 10 лет, ну, до 5 лет новострой. С 5 до 10 это такой среднего возраста. Новострой, новострой. А какого возраста квартиры вы бы не рекомендовали покупать? То есть какой крайний срок эксплуатации квартиры, если можно так выразиться? Ну, по ГОСТу, по ГОСТу еще с советских времен, который остался, кирпичные дома, выстроенные в советское время, у них срок годности, так скажем, по ГОСТу 150 лет. 150 лет, это срок годности. А у панелек, у хрущевок, 45 лет. То есть панельки, хрущевки, это временные дома. 45 лет уже прошло. Недаром в Москве эти дома удаляют. Удаляют, строят новые. У нас же, конечно, не удаляют, навряд ли будут удалять, но это учитывать нужно. Это учитывать нужно. Самый крайний срок, ну, у нас началась застройка в Архангельске с 30-х годов, более-менее дома устоявшиеся, но вот сталинки отличаются чем? Качество у них, конечно, хорошее. Это в тех домах, где нет деревянных перекрытий. Их немного по городу, их немного по городу. Сталинки нормально, можно еще купить. Хрущевки не посоветую. То есть хрущевки уже вышли из строя, скажем так. Да, их время уже прошло. Давайте поговорим о материальной стороне дела. Бутует мнение, что квартиры в старых домах дороже, чем квартиры в новострое. Так ли это на самом деле? На первичном этапе да. Если, например, сравнить два дома при стартовых одинаковых данных, одинаковая площадь, одинаковое местоположение, одинаковая инфраструктура, то есть предполагается, что дома будут примерно на одном уровне. Но один уже стоит, а второй еще только начали То есть мы учитываем начальную стадию строительства новостройки. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что чем раньше продаются квартиры на этапе строительства котлована, тем дешевле стоимость жилья. А в это время вторичное жилье, оно уже стоит, естественно, стоимость квартиры в таком доме выше, чем стоимость квартиры в доме, который продается на этапе котлована. Но с каждым этажом, с каждым, значит, сделали нулевой цикл, то есть вышли из котлована, стоимость повысилась. Первый этаж выстроили, стоимость повысилась. Коробку сделали, стоимость еще повысилась. В среднем выстроить коробку 24 месяца нужно. Прирост вообще может быть, если грамотно инвестировать в новостройку, прирост может быть, ну, раньше было, например, в кризис 98, ой, в кризис 2008, 2007 года, там прирост был чуть ли там не 80%, но сейчас мы предполагаем, если грамотно инвестировать, но 30% своих можно получить, это точно. То есть, на этапе нулевого цикла в новостройках квартира стоит дешевле, чем на вторичке. Как только дом выстроился, вторичка-то у нас осталась, а здесь выстроился. Окончательно уже? окончательно, окончательно. При равных данных новостройки квартира будет стоить чуть-чуть дороже, чем на вторичке. Но если в новостройке сделать ремонт, ну пусть и во вторичке обновить квартиру, сделать ремонт, то новостройка на порядок будет дороже, чем вторичка. Почему? Потому что дом моложе. Дом в разы моложе. Здесь 40 лет, здесь 0 лет. То есть, она будет дороже, потому что дом моложе. Моложе. Да, она будет дороже, потому что дом моложе. При равных водных условиях. Но ведь вторичку тоже не так легко отремонтировать, наверное. Да, но вы учитываете, что вы вторичку ремонтируете, но места общего пользования, у вас внутри-то квартиры все новенькое будет, а места общего пользования старенькие, лестничные клетки, проемы, сливы-наливы. То есть, Ирина, получается, что ремонт в новом жилье гораздо более затратный, гораздо более дорогой, чем ремонт в вторичном жилье. Да, да, конечно, потому что вы, когда приобретая квартиру в новостройке, вы получаете стены, там нет ничего, там есть подводки до квартиры, а все, что изнутри, вы делаете все сами. Стяжку на полу, если требуется. У меня были случаи, что клиенты поднимали в свою квартиру до трех тонн цементно-песчаной смеси, так называемой ЦПС, чтобы стяжку сделать, потому что разница, разница на полу до 6 см была. Здесь такой пол, а здесь на 6 см выше, все выравнивает, представляете, объем работы. Всю проводку вы делаете, все штукатурные малярные работы, а на вторичке можно избежать этого. Может быть, предыдущие хозяева сделали нормальную проводку, может быть, не нужно пол менять, сверху постелил ламинат. То есть за счет этого ремонт во вторичном жилье стоит меньше денег, чем ремонт в первичном жилье. Но несмотря на это, при одинаковых стартовых вводных данных, после сделанного ремонта квартира в новостройке будет стоить дороже, чем такая же квартира на вторичке. Но она, тем не менее, будет более качественной при хороших обстоятельствах. Конечно, конечно, конечно. При всех, если вычислить факторы, факторы качественности, однозначно она будет лучше. Однозначно дешевле покупать квартиру в строящемся доме, выгоднее покупать квартиру в строящемся доме. Но наверняка и у готового дома, и у строящегося дома есть свои плюсы и минусы. Как сделать правильный выбор между новостройкой в готовом доме и в строящемся? Все будет зависеть от денег. Сколько у вас есть денежных средств, на какую квартиру вам хватит, такую вы квартиру и выберете. Но советую, конечно, если есть техническая возможность, то купить в готовом доме. Потому что риски по оформлению у вас уже не будут аннулированы, их нет, вы их пережили. А в доме, который еще только строится, крути не крути, пока дом не введен в эксплуатацию, вы заложники ситуации. Вам никаким образом не повлиять, не повлиять, не предусмотреть. Ну, а есть ли какие-то способы максимально себя ограничить от рисков? Как-то себя обезопасить, какие-то составить документы, страховки или что-то еще? Только проверенная временем репутация застройщика. Только проверенный застройщик, только контроль, ежедневный контроль. Только так. Ирина, а зависит ли размер коммунальных платежей от того, новое жилье или нет? Хороший вопрос. Зависит. Размер коммунальных платежей зависит напрямую. В новых домах практически во всех свои тепловые узлы. Либо он сделан на подъезд отдельно, либо в особо хороших домах отдельный тепловой узел на квартиру. Что это вам дает? Поехали вы на выходные на дачу, закрутили вентиль, оставили температуру, например, на уровне 10-15 градусов, все, у вас пошла экономия. Уехали в отпуск, вообще отключили. А в зависимости от ситуации, стоимость коммуналки снижается в 2-3 раза. В 2-3 раза дешевле. Ну и наверняка во вторичном жилье, жильцы вторичного жилья образовывают... ТСЖ? Да, конечно, когда создается ТСЖ, это все можно регулировать. Не то, что регулировать, по крайней мере, можно контролировать. Потому что управляющая компания, которая качественно предоставляет свои услуги и делает свою работу, это не исключено. Но это настолько редко в нашем городе, что, конечно, гораздо выгоднее создать ТСЖ. И у вас контроль пойдет через вас самих. Также можно, пожалуйста, сделать и свой тепловой узел, также можно какие-то траты уменьшить. И, соответственно, из-за создания ТСЖ коммунальные платежи можно уменьшить значительно. И чтобы не казалось это мелочью, что там уменьшились они на 100, на 500 рублей, я рекомендую, вы высчитывайте эти расходы в год. Тогда вам экономия сразу будет очевидна. А эти деньги можно потратить, например, на благоустройство территории, на благоустройство детской площадки, на обустройство дополнительной парковки. То есть в новых домах эти ТСЖ уже созданы, как правило? Да, да, да. Винно, вопрос актуальный на сегодня. Каковы особенности ипотеки на новостройке и на вторичное жилье? Да, очень хороший вопрос, очень своевременный. Вы помните, да, что случилось в декабре прошлого года, какие были метания с курсом доллара, в связи с чем ставка рефинансирования была повышена, автоматически повысила ставка по ипотечным кредитам, пошла волна отказов по ипотечным кредитам, кредитам очень много людей пострадало, по которым было получено решение, банки отменяли, разрушилось много цепочек из сделок, многие люди не могли выполнить взятые на себя обязательства в связи с тем, что банки им отказали. Январь, февраль был посвящен тому, чтобы каким-то образом правительство урегулировало эту ситуацию. В марте премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому ипотечные кредиты для граждан будут предоставляться в размере 13% годовых. О чем это говорит? О том, что тем самым простимулированы застройщики, у застройщиков будут покупатели. В декабре, когда все это произошло, декабрь плавно перешел в январь и февраль, продажи, естественно, упали, потому что ставки по ипотечным кредитам от 15,5% плюс страховка жизни, а страховка жизни это 1% от стоимости кредита, плюс к новостройкам титульное страхование. Общая сумма получается совершенно немаленькая по сравнению с тем, что было в 2014 году. В 2014 году, кстати, у застройщиков с использованием ипотеки продавалось до 90% всего объема квартир. И после того, как повысила ставка, представляете, какой это был удар по всей строительной отрасли. Естественно, конечно, что сейчас снизили до 13% годовых, обещают еще 1% минуснуть, но Сбербанк уже выдает кредиты на покупку новостроек под 11,5% годовых с обязательным условием страхования жизни. Еще раз повторю, это 1% от стоимости кредита и 20% первоначального разноса должно быть. Но купить вы можете у застройщика, только у юридического лица и по договору долевого участия в строительстве, то есть 214 федеральный закон. Это не распространяется на вторичное жилье. На вторичное жилье так и осталось от 15,5% и выше. Причем в части людей идут отказы, например, многодетным. То есть только когда дом сдан ГК, все, сразу ставка повышается. Или на каком-то другом, на другой стадии? Дом сдается, значит, Госкомиссии. После этого оформляются документы на право собственности, на физлицо. И уже за 11,5% эту квартиру не купить. Только у юрлица до момента, когда сделаны документы о праве собственности. Ирина, правда, что купить сделка по приобретению квартиры в новостройке гораздо сложнее сделки по приобретению квартиры в вторичном жилье, в вторичном фонде? Так тоже нельзя говорить. Это в зависимости от ситуации. Единственное, что по времени, чтобы купить новостройку у юрлица, занимает какое-то определенное время. Потому что, чтобы подготовить должным образом документы. Вы же, когда приобретаете квартиру на нулевом, например, этапе, вы покупаете воздух. Эта квартира, она только нарисована, ее нет, она не создана. Ее нужно дождаться, когда ее выстроят. То есть, вначале выстроят коробку, потом 24 месяца, потом подключают дом к коммуникациям, электричество, вода, сливы-наливы, ливневка. После этого делают благоустройство территории, после этого сдают государственные комиссии. И только после этого приглашают специальные службы БТИ, которые делают кадастровые и технические паспорта. Делают измерения специальными устройствами, по которым до сантиметра измеряют площадь внутреннюю. Смотрят, совпадает ли она с проектной. Если совпадает, то это хорошо, но, как правило, она не совпадает. Если метров меньше, вам возвращают стоимость. Если метров больше, а, как правило, метров больше, потому что застройщики очень хитро экономят на перегородках. Перегородка, которая нарисована, ты ее не установи, у тебя получилось лишних полтора метра. Если метров больше, вы доплачиваете застройщикам за это количество метров. Даже так? Даже так. Сделали измерения, сделали специальные документы, технический паспорт, кадастровый план. Поставили на кадастровый учет, это занимает время. И после того, как стоит квартира на кадастровом учете, отдали уже в Росреест на регистрацию права собственности. Это занимает месяца полтора-два. А на вторичке, когда ты покупаешь, всю сделку можно вообще за один день сделать, потому что договор купли-продажи вступает в силу с момента подписания. И всего лишь нужно его сдать на регистрацию, либо через МФЦ многофункциональные центры, либо напрямую в Росреестр на Ломоноса 206, где у нас и находится офис на первом этаже, куда вы и можете обращаться за всеми консультациями. Ирина, в адрес нашей программы helpsobaka.ps29.ru пришло множество писем от наших телезрителей. Я предлагаю ответить на все вопросы. Оплачена квартира в многоквартирном строящемся доме. Деньги взяты в кредит. Строительство не закончено. При разводе отказываемся от будущей квартиры. Как вернуть деньги и кто будет расплачиваться за кредит? Вопрос сложный. Я рекомендую позвонить по телефону, который будет указан после программы, потому что очень много деталей нужно уточнить из этого вопроса. И наш юрист вас грамотно проконсультирует, потому что, скорее всего, это все придется делать через суд. Но более точная информация уже после детальной консультации. Мне предлагаю перейти к следующему вопросу. На что обращать внимание при осмотре квартиры в новостройке и квартиры в старом доме? Обязательно, если это крайний этаж верхний, отсматривайте все стыки, крыши и стен. Если это старый дом или без разницы? Смотрите в новостройках, потому что в новостройках учитывайте, что дефекты могут быть и могут быть последствия еще более неприятные. Если, например, выстроился дом, застройщик может сам себя обанкротить и устраниться. С кого вы будете спрашивать, если возник какой-то дефект? Хотя по договору долевого участия в течение трех лет эти все дефекты подлежат устранению. Может быть такое? Может. У вторичного жилья, если какой-то дефект обнаружен, управляющая компания обязана его устранить, если это относится к общему имуществу дома. Если это какие-то внутренние дефекты у квартиры, то это уже предыдущие собственники обязаны устранить. Но обязательно при оформлении в договоре купли-продажи мы ставим пункт, что в случае выяснения каких-то неустранимых недостатков квартиры, о которых хозяева знали, но предпочли не сказать и скрыли эту информацию, договор может быть расторгнут. Исковой срок давности три года. Опять же, это все касается грамотности юриста, который вас оформляет. Если все сделано правильно, у вас стопроцентная гарантия, что вы всегда все вернете обратно и получите те деньги, какие за квартиру заплатили. Но это риск, опять же, для продавцов, да, с другой стороны? Да, риск для продавцов. Но тут я всегда рекомендую, говорите все по-честному, потому что лучше это сейчас, это неприятно. Но вы скажите сейчас, скажите сейчас, чем вы скроете, и это обрастет, как капустный качан, последствиями, которые потом, как листья, придется все это разруливать. Зачем? Ни к чему. Лучше сделать все по-хорошему, потому что жизнь длинная, земля круглая. Учитывайте это всегда. Что ж, Ирина, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что на первый вопрос, на миллион мы ответили полно и понятно. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, Катерина. Смотрите нашу программу, и пусть ваш добрый дом станет лучшим местом на свете. Пишите нам на адрес info.sobaka.ps29.ru задавайте любые вопросы. Мы обязательно на них ответим в следующий понедельник на телеканале ПС и портале Правда Севера. До встречи! Вопрос на миллион!